В конце февраля в Сухуми состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия с членами делегации Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства во главе с Игорем Рулёвым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с промыслом хамсы в акватории нашей республики. После этого на сайте Росрыболовства появилась информация о том, что Абхазия упростила условия промысла хамсы для некоторых регионов России. В частности, согласилась изменить порядок оформления добытой российскими судами хамсы, разрешив вывозить уловы в Россию без таможенного оформления на территории республики для исключения дублирующих процедур. Между тем, по словам министра сельского хозяйства Абхазии Амирана Какалия, таких договоренностей по этому вопросу не было. Российская сторона обратилась к нам с письмом о том, какая хамса вылавливается на территории Путине 2018-2019. И поэтому было принято решение встретиться в городе Сухом. Никаких соглашений не подписывалось там абсолютно. Просто обсуждались те вопросы, которые были обозначены российской стороной. Среди предприятий, занимающихся уловом и переработкой рыбы на территории Абхазии, есть и российские, сказал Амиран Какалия. Он также отметил, что решением Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству российским рыбодобывающим предприятиям отведено 15% от общего лимита улова хамсы. По постановлению комбината министров были распределены квоты в следующем порядке 27 тысяч тонн черноморской хамсы. Запаса составляет 110 тысяч тонн. При этом по соглашению, по решению комиссии, это еще 2016 года, 15% хамсы, то есть по прогнозам, которые должны быть выловлены, на 15% предоставляется квота российской стороне, российским добывающим компаниям. 15% составляет 4 тысячи тонн. Российско-Абхазская комиссия в области рыбного хозяйства создана на основе соглашения между правительствами Абхазии и России о сотрудничестве в данной области, заключенного 11 октября 2010 года. Все дальнейшие вопросы будут обсуждаться в ходе шестой сессии совместной комиссии по рыбному хозяйству, которая состоится через несколько месяцев в России. Продолжение следует...